Медведи полохают жихаров в городском районе. Мясцовые жихары все частей сустракают диких живел в населенных пунктах. Они заходят в гости до обшеляров, разбирают вулли и просто отпочивают для приватных домов. Что делать людям и как смагаться с косолапами-парушальниками с покою, высвятляла наша здымочная группа. Дачник звездки Латыхова Александр Лявухин сустрелся с медведем шатуном на полеванне этой зимой. Калеб не взял с собой собаку, Снежинская вылазка в лес могла стать опошней у житти. Четырехлапый сябр стал на оборону господара и примусив косолапы успешно ретироваться. Расстояние до медведя было метров десять, не больше. Я задом отошел, собака его погнала и я ушел на основную дорогу. Но самое интересное, что эти медведи встречаются уже давно, в районе Латыгова в частности. Мы года два уже не ходим за черникой, потому что боимся. Убьет человека и все. Надо какие-то меры принимать. Медведь в Беларуси занесен и в червоную книгу. Полевать на звера нельга. Тому косолапые осьмя лели регулярно наведывают в поселки. Шмат скарга упаступает в жахару Городотского района. Некольких годов тому дикий звер зашел на территорию школы у везцы Пальминка. А зусим недавно такого ж гостя примал пчаляр с садового товарыства Шухвосты. Медведь перевернул пчаляр на домик, поел меду и выросшел отпачить на траве после снеданка. И он навод поклау под голову подушку, якую знайшел на участку. Утром выхожу на пачку, один домик перевернут. Рамки раскиданы. И все рамки выездены, мед выезден. Наверное, по тапочку приходил. И такой след в лес с медом, с лошиной. И в овраг пошел. Мы не знаем, что делать. Стрелять их нельзя, они в красные гнии. А как нам жить? Следы медведя у городков фотографуют кожный тыдень и зимой, и летом. Яны массово мигрируют с России, где поливать на косолапых дозволено. У Беларуси из внешних ворогов, у диких звяро у нема. И у мясцовых лесах яны отшувают себе комфортно. Недавно видел двух, ну так, сдалека. Два медведя, вот они бежали с той стороны. Один большой, другой меньше. Потом следы смотрели. Но желательно принять какие-то меры к этому, чтобы не страшно было. Потому что не только здесь медведи ходят. А уже и по окрестностях везде. Экологи заполнивают, коли медведь пришел за медом одной, чей он прийде знову. Зараз у Беларуси активно шукают новые способы боротьбы с драпежниками. Совет министров навод принял постанову об взаимодействии державных органов при выявлении дикой живелы. При выявлении данного животного создается определенная комиссия. И уже в дальнейшем дается заключение о том, что с этим медведем делать. Отселять его, либо перевезти в другое место. Можно обратиться в местный охотхозяйство, которые могут создать шумовой эффект для того, чтобы отдохнуть медведя от данного места. Но, как правило, это несет временный характер. Медведь все равно через некоторое время возвращается обратно. Чтобы не потерпеть при встрече с медведем, специалисты рекомендуют поводить себя беспокойно и расшуча. Надо ходить в бок без резких рухов, не поворачиваться до звера спиной и попробовать наполохать его крыком, ярким светлом. А же храм населенных пунктов, до яких часто приходить у гостей дикие живелы, треба будавать ля дамо у высокие огороджи. Артур Смоляков, Олег Чарняк и Леонид Табола. Новины. Городотский район.